всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня видео будет по вашим заявкам а значит это видео будет полезно для всех новичков которые только-только начинают разбираться со своими вязальными машинками и так от вас пришли много вопросов о том как заправляется вязальная машинка ну то есть как нить заправляется в нити направитель и поэтому я вспомнив как сама недавно была новичком и не знала где найти информацию по поводу того как же заправляется нить записываю вам это видео для опытных вязальщиц заправление нити это дело само собой разумеющееся поэтому никто никогда не показывает как заправляется нить поэтому я решила что покажу вам как установить нити направитель и в какие направляющие заправить ниточку также мы сегодня с вами поговорим о том как вяжутся образцы какие вяжутся образцы для того чтобы вязать на вязальной машине мы вкратце затронем пока эту тему но основная наша задача сегодня научиться заправлять ниточки и так смотрите нити направитель обычно находится в крышке вязальной машины то есть мы с вами у меня вот такое расположение на тойоте 858 здесь вот эти дополнительные рельсы их надо снять и вот здесь отцепить из зажима нити направитель так сейчас посмотрим что в него входит и так нити направитель у нас состоит из двух деталей это стойка нити направителя и нити натяжитель вот это вот устройство такое вот с такими длинными усами их тут в тойоте 858 3 штуки то есть у разных машин может быть какое-то небольшое отличие но в принципе суть у всех машин одна и та же сначала устанавливается стойка нити натяжителя у него есть с одной стороны вот видите такой небольшой изгиб я потом покажу для чего он с другой стороны он вот здесь прямой и есть вот такие вот усики с нити направителями стойка нити натяжителя устанавливается вот в это отверстие и смотрите изгиб должен уходить туда за машинку все тут мы установили дальше мы берем деталь вот эту у которой есть усики и нити натяжитель здесь вот такая вот есть площадочка на конце которой также идут нити направители вот это вот стоечки для парафина и здесь устройство нити натяжения смотрите с обратной стороны и вот здесь есть отверстие и этим отверстием мы устанавливаем всю эту конструкцию на стойку так я понимаю что все эти тонкие прутики плохо видны в общем давайте начнем с самого начала вот здесь вот стойка вставляется в машину это примерно середина вязальной машинки вот она идет стоечка здесь смотрите смотрят за стол за машинку нити направители вот эти вот они также двигаются то есть в сложенном состоянии когда машинку надо сложить вот эти нити направители складываются вот таким образом когда мы вяжем они должны смотреть туда за машинку далее идет нити натяжитель вот этими головками мы можем регулировать вот здесь натяжение ниточки он также складывается вы видели как и его раскладывала то есть вот примерно так он должен находиться и далее уже вверх идут три уса все конструкция собрана теперь можно заправлять ниточку смотреть для того чтобы показать вам и чтобы это было видно я беру толстые и яркие нитки такими толстыми нитками машина 5 класса не вяжет имейте ввиду ей очень сложно будет провязать вот такие толстые петельки но для того чтобы вам было лучше видно я взяла такие ниточки смотрите можно вот так вот взять и кончик просунуть вот сюда то есть это у нас первая точка в которую нужно завести нить можно это сделать вот таким образом то есть взяли завели вот так и еще раз все ниточка оказалось в том же отверстие следующая точка через которую нужно провести нить это вот эти тарелочки которые тут регулируют натяжение вот здесь вот есть такая планочка под нее заводим и отодвигая тарелочки аккуратненько заводим между ними нить далее вот здесь должен стоять парафин вот он парафинчик устанавливается вот сюда следующая точка это вот этот нитенаправитель точно также вы можете завести ниточку через хвостик просто продев его ее в дырочку вот таким образом а можно вот так вот зайти и вот так все ниточка попала свое так скажем окошко дальше мы берем если мы здесь работаем с правой стороной то и ус берем длинный правый точно также здесь ниточка должна зайти вот в этот нитенаправитель и смотрите вот таким образом то есть когда у нас ниточка будет заправлена в каретку когда мы будем вязать ус будет удерживать равномерность натяжения вот видите что происходит и еще смотрите когда мы не вяжем когда ниточку мы заправили и пока она нам еще не нужно да вот она ниточка хвостик вот здесь вот есть такие прищепочки за которые можно ниточку зацепить то есть она у нас никуда не денется когда будет вот в этой прищепочки то есть если мы с вами отпустим ниточку ус и и потянет наверх и наша заправка конечно же собьется вот а вот в этой вот прищепочки нитка будет ждать своего времени когда она вам понадобится точно таким же образом заправляется нить в нить и направитель с левой стороны например если ваше изделие однотонная рабочая нить будет с правой стороны к примеру а с левой стороны можно заправить бросовую ниточку которая также постоянно необходимо для вязания если мы вяжем в три нити бобинки устанавливаются три рядом и заправляются все три ниточки в один нити направитель и я вам вначале сказала что стержень нити направителя вот здесь вот немного изогнут смотрите для чего это нужно я постараюсь держать здесь руку чтобы телефон фокусировался потому что вот на этих тонких деталях он не хочет фокусироваться видите у нас вся конструкция оказалась так скажем немножко за машиной если бы нити направитель стоял бы прямо это все все нитки бы все усы свисали бы у вас прям над головой а так она вот так вот наклонена во-первых над вами не свисает во вторых когда мы будем когда нить будет поступать в нити направитель бобиночка должна стоять вот так вот под ним либо бобинки рекомендуют ставить за столом на полу тогда у вас натяжение будет более стабильным и если что-то из клубка образовалась какая-то петля ниточка зацепилась как-нибудь сама за себя вот так вот да и подается то пока она дойдет от пола до верха пройдет через все эти усы она с большей вероятностью расправиться то есть вот этот узелок сам собой расправиться и не попадет в полотно вязание так я заправила ниточку для вязания с левой стороны нити направителя вот видите здесь снизу точно так же можно подвести нить и она тут надежно зафиксирована когда мы начинаем вязать смотрите ниточку привязывают к струбцине либо к правой либо к левой снать смотря откуда вы вяжете вот то есть привязали чтобы нить у вас никуда не убегала вот таким вот образом то есть что такое струбцина вы помните эта деталь которая держит крепит вернее машинку к столу сейчас я вам быстренько покажу как я вижу образец и мне набирать ниточку буду методом обвития поэтому к струбцине я нить привязывать сейчас не буду то есть надо тут смотреть каким способом вы будете начинать свое вязание так я надеюсь что вам видно так много петель набирать не будем вот так вот 10-10 сделаю и я как уже сказала буду набирать методом обвитие то есть я вытащила иголки так чтобы они мне были доступны и начинаем набирать петли смотрите специально положила темную кофту под на коленочке к себе чтобы вам было видно хорошо иголки смотрите держим ниточку хвостиком вниз заводим между первой и второй иголкой и делаем обвите видите обвили первую иголочку заводим между 2 3 точно также обвили вторую иголку между 3 4 обвили и так далее то есть вот таким образом мы с вами набираем петельки это один из способов набора про способы набора мы поговорим с вами чуть позже запишу обязательно отдельное видео сильно затягивать вот эти вот петельки не стоит потому что нам надо это все потом пододвинуть ближе к вязанию все пододвинули и так набор сделан вот она ниточка которая у нас идет в нити направитель да мы эту ниточку заводим в каретку вот сюда в нити в нити водитель закрываем его все машина у нас готова к работе здесь проверяем все установки необходимая плотность вязания здесь у нас кулирная гладь и рычаги справа и слева частичного вязания стоят на ноле все вяжем образец смотрите первые ряды я выдвигаю иголочки в переднее нерабочее положение для того чтобы петельки были наверняка провязаны пока мы здесь не можем установить грузики они нам будут мешаться так снова выдвигаю то есть вот так вот три четыре ряда нужно провязать и потом уже можно вязать спокойно дальше сейчас вот я видите уже есть за что уцепиться я подвешиваю груза и вяжем так вот он наш образец снимаем грузики можем посмотреть его и здесь надо либо закрыть петельки можно достать ниточку из нити водителя вот так вот каретку увести вот видите ниточку вытащили я ее тут придерживаю и провожу кареткой то есть у нас открытый край который естественно может распуститься то есть чтобы просто глянуть на образец можно вот таким образом связал посмотрел распустил и теперь вот буквально пару слов скажу об образцах и так это мы с вами связали примерный пробный образец для того чтобы посмотреть вообще как выглядит та или иная пряжа в машинном вязании где-то посмотреть примерно плотность дальше мы с вами вяжем так сказать уже опытный образец следующий этап нам надо определить какой же точно плотностью вязания нам нужно вязать ту или иную пряжу и выбрать уже вяжем разной плотностью между вот этими участками я делала большую плотность десяточку ставила и вот так вот видно где какая плотность у меня вот вяжем вот такой длинный образец сравниваем смотрим как ведет себя пряжа в том или ином так скажем стоили иной плотностью этот образец стирается отпаривается смотрите что вам больше подходит и уже когда вы выбрали плотность вязание вяжем вот такой большой образец ставим на нем метки общем я наверное чуть позже вам расскажу вяжется большой образец для того чтобы уже точно определить плотность вот это буквально в двух словах о том как вяжутся образцы я надеюсь что это видео вам было полезно обязательно подписывайтесь на канал если вы начинаете свое свой путь на вязальной машине будем с вами вместе разбираться в каких-либо тонкостях и вместе что-нибудь интересное вязать но на сегодня у меня все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока